Актюбинская область располагает большим потенциалом для развития этнического, духовного и экологического туризма. Но важно с креативом подойти к разработке туристических маршрутов. Об этом говорил Акимобласть Теон Дасун Розалин в ходе рабочей поездки в Байганинский район. Также глава региона ознакомился с развитием дорожной инфраструктуры и сферы образования. А в Тимирском районе посетил строительную площадку мемориального комплекса Дожжан Хазрет. Кто не чтит свою историю, тот не имеет будущего. С этим известным постулатом невозможно спорить. И отрадно, что в Актюбинской области свято чтят прошлое и великих людей, которые внесли огромный вклад в развитие самых разных сфер. Так, вблизи населенного пункта Шубар-Кудук Тимирского района ведется строительство мемориального комплекса Дожжана Хазрета, видного религиозного деятеля, жившего в XIX веке. Он обучал детей религиозной грамотой, способствовал возведению многочисленных мечетей. Под его прямым руководством были построены мечеть Кайнар Дуныстау, мечеть Ишаната в долине реки Уил. В прошлом году были начаты масштабные восстановительные работы на месте захоронения Дожжана Хашакулы. Практически завершено строительство мавзолея и гостевого дома, в котором будут молитвенная комната, гостиная, столовая и небольшой музей. Продолжается восстановление мечети со смотровой площадкой. Огромное внимание уделено благоустройству территории мемориального комплекса, включенного в список сакральных мест страны. Аким области поручил завершить работы до 1 октября. Мечеть не сохранилась до наших дней в первозданном виде. Частично она разрушена. Чтобы сохранить то, что осталось, снаружи мы возводим дополнительные стены и крышу. Используем белый ракушняк из Мангистау. Украшаем его орнаментом, который сохранился внутри самой мечети. Священное место в Тимирском районе является одним из примеров этнического и духовного туризма. Также у региона огромный потенциал в экстремальном и экотуризмах. Яркое тому доказательство – знаменитые меловые горы Актулагай в Байганинском районе. С сентября прошлого года начал возить сюда туристов. Получается, за 4 месяца 14 выездов было. В этом году уже организовали 16 поездок. Спрос очень высокий. Многие мечтают попасть на меловые горы, насладиться их красотой и величественностью. Со всех уголков Казахстана люди приезжают. Были даже англичане и индийцы. Здесь много особенностей. Одной из них является то, что раньше это было днем океана. Об этом свидетельствуют найденные зубы акул, позвоночники кита, бесчисленные окаменевшие панцири черепах. Туристы наслаждаются причудливыми очертаниями меловых гор, которые напоминают различные фигуры. Это настоящее богатство нашего края и, по моему мнению, самое красивое место в области. Актулагай – меловая горная гряда протяженностью 90 километров с самой высокой точкой в 302 метра. Красоту и величественность меловых гор невозможно передать словами. Главные проблемы развития здесь экологического туризма – неразвитая инфраструктура, транспортная недоступность. Глава области поручил уполномоченным органам разработать и внести на рассмотрение туристические маршруты к уникальному геологическому объекту, принять меры по развитию сервиса. Возможно, новые туристические степные маршруты позволят снарядить караваны, отправиться в путешествие до Актулагая на верблюдах. Площадка Клэр, да? Подойдите к разработке маршрутов креативно, чтобы туристам было не только комфортно, но и интересно. Актулагай может конкурировать с любыми мировыми природными туристическими брендами. Сюда с удовольствием будут приезжать люди со всего света. Необходимо лишь создать условия и популяризировать. По поручению Акимобласти у нас туристические маршруты мы все по области обновили. Одна из главных, наверное, изюминок нашего региона – это плата Актулагая. Мы озвучили на сегодняшний день вопросы, которые необходимо нам, местным исполнительным органам, решать. Это создавать необходимую инфраструктуру, условия для туристов. Сейчас мы интересные идеи предложили. По подвесному мосту, допустим, в различных странах есть такие с прозрачными стеклянными полами. Установка качелей, допустим, таких, чтобы хорошие фотографии получались. Кроме того, в Байганинском районе тоже очень интересное место есть. Это пески Акумсагас, называется. Длина этих песков более 50 километров и шириной больше 10 километров. То есть здесь, можно сказать, это наши местные, да, те же самые сафари, Дубай можно здесь устраивать. Сейчас вот мы с местными предпринимателями прорабатываем тоже, чтобы условия создавали. Отметим в вопросах развития туризма активно помогают местные предприниматели и главы крестьянских хозяйств. В частности, строят гостевые дома. Безусловно, аграрии выполняют и свои прямые обязанности обеспечения продовольственной безопасности. Так, по заготовке кормов, фермеры при плане в 246 тысяч 400 тонн уже собрали свыше 192 с половиной тысяч тонн. Это более 78%. Но все же, в сложный засушливый год проблемы с кормообеспечением имеются. Наше хозяйство было образовано в 2017 году. На сегодня у нас имеется более 310 голов племенных коров и лошадей, а также земли площадью 6 тысяч гектаров. Корма мы стараемся заготавливать сами, однако влияют сложные климатические условия. Нам необходимо сделать запас на зиму в 3000 рулонов сена. Пока заготовлено 500 рулонов. Будем работать по заготовке, а в случае нехватки закупать корма. Вопросы развития сельского хозяйства поднимались и в ходе отчета главы района о развитии экономики и социальной сферы. По итогам января и июля текущего года в районе сохранена положительная динамика в сельском хозяйстве. Прирост поголовья крупного рогатого скота составил около 6%, лошадей – более 13%. Почти на 80% завершены работы по заготовке кормов. К слову, отчет главы района проходил в школе-гимназии номер 4, села Караул-Кильде. Она была введена в эксплуатацию в 2019 году. В настоящее время здесь обучаются более 400 детей. При школе функционирует интернат на 100 мест. Есть специализированные кабинеты химии, физики, биологии и робототехники с самым современным оборудованием и технологиями. При изучении биологии с целью хорошего освоения предмета мы применяем специальное мобильное приложение. Его особенностью является то, что с помощью планшета можно увидеть работу внутренних органов человека. Пять можем затрагивать, кровообращение, работа дыхательной и пищеварительной систем и других органов. С помощью приложения можно увидеть сокращение сердечных мышц. В результате ученики хорошо усваивают программу и им интересно изучать предмет. Мы также используем современные технологии во время уроков химии, чтобы привлечь интерес детей. Например, с использованием маркерных реактивов. Для этих целей используются специальные планшеты. Аким области побывал и в региональном центре тестирования. Еще два подобных центра функционируют в городах Актюбе и Шалкар. Все пункты оснащены компьютерами, камерами видеонаблюдения и оргтехникой. Помимо фронтальной камеры, которая транслирует происходящее в аудитории, в том числе и в центральный пункт тестирования в Нур-Султане, над каждым столом установлена еще одна. Она также используется в качестве идентификации школьника, как Face ID. Аналогичную идентификацию тестирующиеся проходят при входе в здание. Центр тестирования у нас открылся в марте. Он рассчитан на 60 мест. В день можем принимать два потока по 60 человек в каждом. На задачу тестов в село Караул Кельды приезжают со всех районов и из соседней Атараусской области. Здесь также будут проводить квалификационное тестирование учителей, государственных служащих, медицинских работников и тестирование для получения водительского удостоверения. Отметив, в райцентре уделяется большое внимание благоустройству территории. Так, в населенном пункте установлен памятник Даумшар-Батыру. Воркауты детской игровой площадки, построены за счет спонсорских средств. Объекты были введены в эксплуатацию в начале августа. Одной из приоритетных задач является развитие дорожной инфраструктуры. Глава региона ознакомился с дорожно-ремонтными работами на улицах имени Молдогулова и Айжарыкова. В направлении развития дорожной инфраструктуры мы работаем по двум программам. В декабре текущего года в рамках программы Аул Ель-Бесеги будет обновлено дорожное полотно по улицам Молдогулова и Айжарыкова. Кроме того, в рамках программы Нур-Лжол в Байганинском районе ведутся работы по среднему ремонту автодорог Караул-Кельды-Жаркомыс и Караул-Кельды-Алтай-Батыр-Миялы-Оймаут. Кроме того, Акимобласти осмотрел ход строительства и техническое оснащение дорожно-эксплуатационного пункта, расположенного вдоль автомагистрали Актубе-Атерау. Здесь административный пункт, здесь КПП, здесь теплая стоянка на шесть техники, здесь склады, склад для песка, для угля, для золы. Здесь будет после сдачи будет работать 22 человека примерно, 6 механизаторов, один начальник участка, потом мастера. Мы рассчитываем где-то в конце сентября сдать объект полностью. Общая стоимость проекта составляет 330 миллионов тенге. Работы завершены на 75%. Задача ДЭП – обслуживание автомобильной дороги республиканского значения Актубе-Атерау на участке от поселка Жарлы до границы Атерауской области. Николай Сырбов, Аманжелоид Магомбетов, Самат Каликенов, телеканал Актубе. Николай Сырбов, Аманжелоид Магомбетов, Аманжелоид Магомбетов, Аманжелоид Магомбетов.